Часто задавался вопросом, как так человек получает, условно говоря, 30-40 тысяч рублей. Не привязывайтесь к цифрам, они могут быть любыми, но как правило 30-40, иногда 50. Он в кредит берет машину, 3 года ездит, новый кредит, новый кредит, новый кредит. И у него так и идет всю жизнь, даже не десятилетиями, всю жизнь, всю жизнь, всю жизнь. Я таких людей очень много знаю, знаю и других людей, о которых тоже часто говорил на канале. Зарабатывают вроде немного, 15 тысяч, ну, вроде их даже и работы может устраивать, но берут телефон дорогой за 50, которые 3 их зарплаты или 2 зарплаты. Ладно, если бы они зарабатывали на этой самой машине, которую они берут в кредитах, как водители автобусов, это все понятно. Или водители фур, там все понятно, это бизнес. Или в телефоне. Ладно бы человек зарабатывал бы в этом телефоне, который он за 60 купил. Ну, или ладно, он бы хотя бы стольник получал. Это нормально. Я приветствую людей, которые умеют зарабатывать деньги и считаю, что это хорошо. Богатым быть, конечно, хорошо. Я им по-доброму завидую, потому что сам нищий, но им завидую по-доброму. И рад за них, за то, что люди могут себе это позволить, что-то купить. Это на самом деле очень хорошо. Но, как назвать человека, который издевается сам над собой? Он откладывал 2, 3, 4 зарплаты. И потом, бах, шубу она купила. Или он, это не имеет привязки к полу. Или он получает 20-30 тысяч. Бах, кредит на свадьбу. 100 тысяч, 150. Следующий кредит на юг в медовый месяц. 100-150 тысяч. Я это долго не понимал. Что это такое? Я сначала думал, может быть, это люди неразумные какие-то. Неразумные, так сказать, инвестирования. Не каждый офис-менеджер обязан быть финансовым аналитиком. И не каждый человек обязан не ошибаться в каких-то своих начинаниях, в финансовых просчетах, в финансовых делах, в покупках машин, квартир, телефонов. Каждый может ошибиться, в чем-то разочароваться. Но нет, я вижу это, что происходит годами у многих людей. Годами именно. И они нас окружают. Вместо того, чтобы дома поморить тараканов, телефон покупают. Поморить тараканов. 5 тысяч стоит телефон. 90, 100, 150. Он, может быть, весь в кредитах, помимо этого. Еще и телефон в кредит взял. Ипотека. Телефон все равно за 100, за 150 в кредит. Два телефона на ноутбук срочно. Телефон работает офис-менеджером, где телефоны запрещены. Или на производстве, где нельзя проносить вообще туда этот телефон. Сначала думал, что это, может быть, это понты какие-то. Но нет. Но перед кем понтиться? Перед этими, перед коллегами. Но коллеги, что не знают, как он живет? Все вы знаете на работу, когда приходите. Каждый из вас чем живет? Чем коллега живет? Как зарабатывает? Сколько? Что он тратится? Приблизительно с кем он живет? С кем он спит? Все это известно. Перед тем. Перед клиентами на работе, которые приходят. Тоже думал об этом. Но оказывается, нет. Все-таки это особое, изощренное... То ли это самобичевание можно назвать. Но самобичевание, когда бичевками сам себя бьешь. А здесь бьешь долгами сам себя. Издеватель. Мазохизм. Но мазохизм в других сверх проявляется. Немножечко не в таких. А тут вот сам к себе проявляется такой садизм. Садизм по отношению к другим людям. А тут получаем мы какой-то... Немножечко это как сказать... Это не то, что отклонение. Отклонением это не назовешь, потому что это массовое. Это не отклонение. Это в порядке вещей. Может быть, это самобичевание это назвать как-то. Когда человеку нравится, когда он сам себя истязает. Но в физическом смысле он не может бичевку взять, себя нахолостать. Потому что завтра же идти на работу надо, чтобы за кредит, за айфон платить. Или за машину, которую он сейчас за эту расплатит, он следующую возьмет в кредит. Как это назвать? Поэтому он себя бьет с финансовой стороны. С финансовой стороны можно себя бить куда более сильнее, чем физически. Потому что эти раны зажили, а коллекторы, они каждый день приходят. И каждый день звонят. Такая же ситуация, когда человек берет долги, отдает. Берет, отдает. Берет, отдает. Берет, отдает. И это продолжается не месяц и не два. Всю его жизнь. В лучшем случае он берет, отдает, но это в лучшем случае. Это особая, я пришел к этому, форма самобичевания. Издевательство над самим собой. Потому что от этого человек получает огромное моральное удовлетворение. Так же, как кто-то получает удовлетворение над кем-то издеваясь. А тут сам над собой издеваясь человек получает огромное удовлетворение. Поначалу думал, может быть что-то там не то. Но видел, что люди есть куда очень разумные. Разумнее многих. Разумнее меня. И вообще многих очень умные люди есть. Они делают это осознанно. Они все прощатывают. Логика, все это работает. Есть примеры у меня. Наверное, у вас тоже, у каждого из вас есть. Человек, у меня знакомый, получает 25-35-40. Как-то не спрашиваю про зарплату. Ну, 1025 может быть, 35 он получает. Начинает встречаться с девушкой. И он спускает на нее за неделю тридцатку. 30 тысяч на нее спускает. Зарплата у него 30 или 25. И он всю зарплату впуливает в нее. Почему это происходит? В надежде удержать девушку? Не знаю. Я думаю, что это тоже своего рода самобичевание. Почему? Потому что женщины, они же не дуры. Они прекрасно понимают, что здесь человек за них вот так вот бегает. Зацепился так за них. Предложение делает. Спустя 15 минут давай кольцо и в ЗАГС бегом. Она это видит все. Значит, у этого мужчины вместо головы что-то... Да, ладно, не буду. Значит, у этого мужчины, эта женщина, которая попалась, самая последняя в жизни. Он без этого просто умрет. Или не выживет. Или пустится во все тяжкие. Женщины, девушки, мадамы это все видят. И зачем он им нужен? Они сразу это видят. Спрашивают, кем ты работаешь? Там-то, там-то работают. Офисным клерком работают. Там-то, там. На чем ездишь? Ни на чем не езжу. На трамвай. А, все понятно. Тридцатку спустил на меня в ресторане. Ну, странно. Нет, они даже использовать таких не будут. Не думайте, что если какая-то девушка хочет использовать мужчину во благо там себя, там что-то... Нет, не будут. Не интересно. Потому что понимают, что этот мужчина, он вцепился, как в какое-то бревнышко спасения в болоте. И все. Нет. Не проканает. И тут женщин винить здесь нельзя. Ни в коем случае. Потому что, если он не спустит это на женщину, он спустит все на телефон, он спустит все на что-то другое. Он купит себе майку за 15 тысяч, он купит себе кроссовки за 15 тысяч. И как раз его две зарплаты и ушли на это самое. Опять же, повторюсь, ничего не имею против и по-доброму рад за тех людей, кто зарабатывает и может это себе позволить. Покупать такие телефоны каждую зарплату. И майки, и трико, и вообще на цены не смотрят. Я с большим уважением отношусь к таким людям. Сейчас идет речь немного о, так сказать, о нищете. Когда человек добровольно в ней находится и добровольно влазит и влазит все сильнее и сильнее в долги. Есть и девушки точно такие же. Они покупают тоже какие-то бутсы, часы, сумку за 150 тысяч. У меня есть одна знакомая. Она купила себе как раз сумку в кредит. Чего-то тысяч за 150. А зарплата у нее на тот момент 20 была. И вот она за эту сумку расплачивалась лет 5. Думал, может быть, это какой-то финансовый просчет с ее стороны был. Но нет. Оказалось, на море уехала в кредит. Тоже лет 5 за море платила. Потом какие-то сапоги или шубу взяла. Ну, сейчас уже не знаю, что взяла. И это всю жизнь продолжается. Это не один какой-то финансовый просчет, когда человек что-то взял и думал, ну, вот она хорошая вещь, он копил, копил. Нет. Это, скорее, особая форма извращения над собой, выраженная получением удовольствия тогда, когда самому человеку плохо. Когда он находится в депрессии, когда он бичует над собой финансово, морально, он от этого каким-то чудодейственным образом получает удовольствие. Как это происходит, ну, посмотрите на окружающих. Особо эта форма сильно развивается и получается огромное моральное удовлетворение, когда такой человек пальцем на всех тычет и говорит, во-во-во, он был лучше бы, чем купить телевизор за 100 тысяч, лучше бы продуктов или шмотов купил себе, или полы дома отремонтировал, или тараканов поморил. Все, да-да, ты верно говоришь, а потом он уходит и делает то же самое. Вот это вот особое насыщение, когда человек получает в результате лицемерия, показывая, что тот сделал плохо, неправильно сейчас занимает у всех деньги, и неправильно, и сам убежал за угол и делает то же самое. Вот, вот это вот. В результате такой схемы, когда он завуалированно других так называет, сам точно так же поступает и занимается самобичеванием, он получает в результате профит. Огромное моральное удовлетворение, наверное, на несколько секунд. Ему это нравится. И обязательно он об этом никогда не признается. Он будет показывать, посмотрите на них, посмотрите на них. И будет участвовать в обсуждении, в дискуссиях, что он самый умный. Надеюсь, это видео вам помогло. А, слушайте, оно вам не поможет, если... Как из этого выбраться, если вы получаете от этого моральное удовлетворение? Даже ухо почесал. Не знаю как. Попробуйте заниматься осознанным бомжеванием. Что такое осознанное бомжевание? Это жизнь. На 50 рублей или на 70. Допустим, вы себе ставите цель прожить 2 недели на 60 рублей. Кроме, если у вас есть машина, кроме бензина, допустим, и кроме инструмента вы работаете. Инструмент у вас отдельно и бензин отдельно. Но живете вы на 50, на 100, на 150. Кто как. Целых 2 недели. Попробуйте. Очень хорошо. Реально это помогает. И цель этого не породить скупердяйство или издевательство, или мазохизм над собой. А цель это научиться экономить. Научиться благоприятный ресурс свой расходовать. Подсчитать в конце месяца профит, который вы получаете. Спустя 2 недели вы можете уже подсчитать. Ага, я не сходил туда-то. А если сходил, то я там всего 100-150 рублей оставил. Друзья мои оставили полторы-две тысячи. Итого тут полторы, там полторы, тут десятка, там пятнашка. И вы начинаете это все считать. И получаете огромное удовлетворение в конце вашего осознанного бомжевания. Не путайтесь с вынужденным бомжеванием. Туда будут прибегать этим заниматься и вынужденные бомжевальщики, которым просто деваться некуда. И потом пальцем потыкать и говорить, что ну ладно. Все, спасибо за внимание.